Субтитры делал DimaTorzok Приветствую на моем YouTube-канале Поскольку на моем YouTube-канале есть видео как спортивных походов, так и природы, так и христианские, как песни, так и некоторые размышления Размышления человека, который около 35 лет Бог привел только в Евангельскую церковь До того были еще личные взаимоотношения с Богом И буквально на днях на YouTube-канале, на видео по ходу выходного дня Некто только как Ник, без всяких видео на своем канале Но бросил такой упрек Ага, вы привязаны к земле Вы занимаетесь земным, мирским А вы не считали, седмицем И ссылка на видео христианское Еще в 90-х годах Как представлялось пришествие Иисуса Христа И как бы Иисус взял бы Ну, как представляли, будет взята церковь Что люди исчезнут, останется только одежда Ну, вот как бы это такая интерпретация Такое столкование Библии Ну, а насчет седмиц я поясню Дело в том, что в Библии в Старом Завете и в Новом Завете Есть упоминание о седмицах, как бы лет и числения по 7 лет Ну, и мне упрек, что я выезжаю на природу Фильмы об этом выставляю на ютубе Вот, ты занимаешься земным Ты привязан к земле Ну, я поинтересовался в ответ Спросил, кто он такой С кем я вообще разговариваю Человек под ником Своих видео нет Только ставит упрек Ну, назовитесь, скажите, откуда вы? Ну, мне в ответ пишет коммент Ну, а, все-таки вы занимаетесь земным Ага, вы не считаете седмицы А мы уже три года ждем Иисуса Христа Вот, три года мы вот ждем, ждем, ждем Но вы там, передавайте привет ледяше Интересное такое Я понял, что этот человек проразвал Ну, отвечаю ему Мне надо знать, с кем я разговариваю А если вы так хорошо знаете ледяшу какого-то То сами и идите к нему Ну, только так, деликатно Ну, дальше человек пишет Что вот, мол, там этот, который много болтает Я понимаю, я понимаю Я понял Я уже открытым текстом написал Я понимаю, о ком вы говорите Но проповедник, который в городе, где живу Ну, государстве, в котором живу, в Латвии Он известен Но у него есть имя, фамилия И принимаю или не принимаю я Те или иные детали его учения, поведения В любом случае, должно быть уважение К религиозному деятелю Ну, вообще, к человеку Ну, мне в ответ Мне в ответ, что Ну, вы, вот, значит, все равно к зимому привязаны Ну, я ему и написал Я поясняю это потому, что сейчас люди понимают Библейское время Но вот как это понимать Кто-то, считая седмицы Вот эти по семь лет Привязываясь к некоторым событиям Уже года два назад Мне YouTube подкидывал Ну, на христианскую тематику Христианскую, иудейскую Что вот Иисус придет в этом году Там, 5 или 6 июня Точно не помню Вот мы ждем Потому что вот объяснение Вот объяснение Вот исчисление Да, это было 2 года назад Да Но вопрос в том, что Само вот это летоисчисление Оно имеет определенные особенности Потому что Библия говорит О мерзости запустения В храме На месте, где было святилище То есть в Иерусалиме Вот в Иерусалиме Как бы определенный Провал времени Это мерзость запустения Святилища разрушена Язычниками Римляне разрушили храм Во время иудейского восстания 68-70 год нашей эры И пока что Это разрушение Оно остается А вот когда оно будет Когда он восстановлен Вот тут-то интересно Что в Израиле Особенно о храме Не задумываются А вот христиане Когда будет Когда будет построен И передо мной Появились комменты человека Которые В каком-то сообществе Где вот Вот они Заверяют Они точно знают Когда придет Иисус Вот сейчас они подсчитали Эти седмицы И вот Их Иисус заберет А вот Он со мной Но вы А вот вы К земному привязаны Вы на природу выезжаете Еще и видео выставляете Я ему ответил Я ему отвечаю следующее С вашим отношением С вашим высокомерием С вашей спесью С вашим Самомнением высоким С вашим Злорадством Вам до небес Как пешком до луны Вы точно уверены Что с такой Позицией сердца С таким отношением Сердца Иисус вас Возьмет Я ему написал Как-то Что вы считаете Но Иисус ищет Не Счетоводов Потом уже мне Уже после этого случая Вспомнило слово Не звездочетов Счетоводов Иисус ищет тех У кого сердце Чисто Перед Богом И когда Иисус Будет забирать Даже если Вот по этому Сценарию Что Как бы Тела людей Исчезают Одежда падает Пустая Даже если По этому сценарию Я уверен Иисус будет проверять Сердца Позицию Сердца Ну и поскольку Мне приходится Общаться Как с теми Кто просто ходит В походы Я Хожу на природу Хожу в походы Ну Потому что Мне нравится То есть Я не вижу смысла Если Я Отдыхаю Я не вижу смысла Нет Ни в коем случае Не буду Отдыхать Ни в коем случае Буду сидеть дома В четырех стенах Либо буду ходить По городу И говорить Покайтесь 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 Все 90-е годы Я практически Редко выбирался На природу Редко Редко были Или Вот такие походы Вообще не были К концу 90-х Собралась группа Из христиан Которые Уже имели опыт Но так получилось Что в 2000-м Году Пошел только я И Там несколько Случайных людей Но по мере того Как Бог Устраивал жизнь Вот такие Походы Они стали Естественными Просто Естественными И Даже мы Выбираемся Даже Монтируем Вот эти Видео В которых Ну Именно Рассказ Мы не просто Убиваем Время Какие-то новые Маршруты Новые места Какой-то Элемент Исследования На сайте Самый богатый На русском языке Материал По водопадам Латвии То есть Элемент Исследования И Вот это Я делаю Спросив Перед этим Просто Уладив Определенные Вещи Перед Богом То есть Это Входит В мои Личные Отношения С Иисусом Христом Сейчас Вот эти Последние Полтора Года Конечно Что-то Не что-то Но много Изменилось Я тоже Пересматриваю Некоторые Ну Некоторые Употребления Времени А какие-то Вещи Мне очень Трудно Преодолеть Определенное Давление Иной раз Я понимаю Что То чем Мы занимались Допустим Пять Восемь лет Назад То есть Сейчас Мы не можем Это делать Так Как раньше Сейчас Уже Время Меняется Насчет Седмиц Да Был Период Вот этой Мерзости Запустения И Многие Следовали По крайней мере Некоторые Не один Сходятся Что Определенный Вот этот Пропуск Летоисчисления Происходит Пока На месте Святилища В Иерусалиме Мерзость Запустения Но вот При этом Я уверен Мне Лично Не открыто Точное Летоисчисление Вот когда Какой день И я не ссылаюсь На слова Но Тот Мой Собеседник Так и не Представившись Очень Высокомерно Когда я ему написал Что с такой Позиции Сердце С таким Отношением К людям Верующим Неверующим К религиозным Деятелям Прав Тот или иной Ну там Решла Он так Унизительно Презрительно Отозвался Я понял По Исказив Фамилию Ледяев Он написал Ледяша Прав ли Не прав Но Это человек У которого Определенное Своё Мнение Учение Он проповедует Об Иисусе Христе Искренно Или Как там Павел написал Или Павел Там хорошо Как бы не проповедовали Иисуса Христа Я буду тому рад Что Слово Божие Распространяется И Пока мы живём Как мы пристанем Перед Богом Этот человек Скажет Вот я на всех плевал Вот я какой праведный Да нет же Мы Как Знающие Бога Мы будем уважать Мы будем уважать Тех или иных Служителей Кто-то ошибается В середине XX века Ушёл из жизни Пророк Который Наверное Он был действительно Пророком И Бог Бог через него Исцелял Делал Невозможное Но потом Этот человек Стал В какие-то Видения В какие-то Интерпретации Библии Удаляться И Большинство Христиан Всех Конфессий Считает Что это Стало ересью Это было Обольщением Это вообще Не от Бога Это примерно Хотя ему обещалось Долголетие Он погиб В Автоаварии Это пример Как бы человек Близко С Богом Не был Есть вероятность На каком бы уровне Не находился Что человек Закосит Но Мы не имеем Права Вот так вот Унизительно Отзываться Тем более Служители Которые Сделали Ну Большой труд То есть Примет ли Бог Если Я буду хранить Вот это Я вижу Высокомерие Спесь Те люди Которые Говорили Что по всему Союзу Всем русским Это вот Мы проповедовали Люди Которые Полны Спеси Которые Полны Предательства Как они Придут Перед Господом То есть Вот эти все Учения Которые Последние годы Что ты Только от слов Своих Оправдаешься Делаешь Что угодно Ну Кроме Конечно Против закона И властей Но Оправдаешься От слов Не только От слов Есть дела И есть Позиция Сердца Когда я написал Этому человеку Что с такой Позиции Сердца С таким Презрением К ближним На небеса До небес Как пешком До луны Он исчез Он стер Ну Как бы Первый Самый Начальный Комментарий От которого Вся ветка Он исчез Но Сегодня Я могу Сказать Даже Если я точно Не знаю Прихода Так Так Важно Иметь Правильные Личные Отношения С Господом Он Заберет Не тех Которые Вот считали Считали Вот Как Считовод Вотруба Это есть Такой Персонаж Не Звездочетов Которого Точно Рассчитали Даже Есть люди Которые Вы представьте В Иране Христиане Страдают Их Выслеживают Их Бросают В тюрьму На пытки В Северной Корее В Индии В Азии Страдают И не знают Когда Придет И что же И находятся Вот такие Звездочеты Которые Протирают Диваны И пишут Всем А вот Ты на природу Выбрался Ага Земное Хочется тебе То есть Вот такой Контроль Я говорю То Что мы Ходим Выбираемся И в походы То Что мы Делаем Когда Я Опубликовал Одну Песню Из песен Которые Бог дал Некто Написал Мне Ого Как ты Видишь Бога Через природу В природе Я ответил Мне поразительно Что другие Не видят Христиане Гонятся За деньгами Гонятся За вещами Гонятся Хвастаются Квартирами Епископ Псковской Евангельской Ну Как там Сказать Братства Или Епархии Он Приезжал Он Не с Сожалением А просто Настолько Цинично А вот Когда мы Выходим Из церкви Мы Вот Читаем Вот Кошки У кого Машина Круче Вот Чем Обычно Вот Мы Христиане Занимаемся О Я Поразился Это Цинизм С которым Сказано Как так Христиане У кого Машина Круче И это Ну Не с Сожалением Не с Болю Не с Тем Что Друзья Не делайте Так Куда Мы Катимся А как Констатация Циничная Констатация Деление Среди Христиан Евангельских На Какую-то Элиту Вот Лидеры И Приближенные И Простолюдинов Которые Должны Все Принимать И Причем Вот Тут Интересно Вот Вы Должны Все Прощать Смиряться А Вот Они Все Вы Должны Им Прощать А Им Все Можно Но Вот Среди Этой Как бы Тусовки Более Почетных Людей Вот Это Страшно Это Последние 30 лет Я вижу Эта Сегрегация Там Люди Которые Могут Десятилетиями Не Прощать Сейчас Появляется Вот Здесь Прибалтике Что Вот Бог Будет Поднимать Не Детей Божьих А Эти Три Народа И Вот Это Будет Воздаяние За Поношение От Русских Русские Вошли Прибалтику Вот Мол Эти Народы Здесь Тысячелетиями Живут А в 40 Году Русские Ворвались Прибалтику И теперь Вот Будет Воздаяние За Поношение Будет Месть Им Это Через Людей Которые Проповедуют Евангелие Ага Вот Вы должны Вас Топчут Вы должны Только Прощать Прощать И Уничижаться Уничижаться А те Им дано Вот Мстить Десятилетиями И уже Скоро Столетиями 80 лет 83 года С 40 Года Прошло Вы понимаете Что Это Последнее Время То есть Истина Просто Искажается Настолько Сильно Искажается Я просто Отвечаю Что Походы Я хожу Это Тоже Улажно С Богом Это Не Просто Это Мое Состояние Души Хотите Состояние Души Это Не Просто Как Развлечение Это Что-то Иное Потому Что Вот Эти Как Вожаки Христианства Евангельской Церкви Строят Громадные Дома Шикарные Дома И В то же Разделение На Слои То есть В этом Разделении Говорят Вот Если ты с Богом То у тебя Всего Навалом Вещей Денег А если тебе Трудно Значит ты не с Богом И дальше Вот это Сама Идея Что Христиане Будут Ездить на лучших Машинах Есть Лучшую Пищу Одевать Лучшую Самую Фирменную Самую Престижную Одежду Извините Престижную Самой лучшей Машины Чем Кто Чем Кто То есть Как в миру Престижно То Что в миру То есть Какие ориентиры Установлены Того человека Который Мне писал Эти комменты Я спросил Хорошо Вы обвиняете Меня Что я Типа Привязан К миру Вы работаете Вы В одежду Одеваетесь Вы Чем-то Питаетесь У вас Есть Жилье Которое Вы Оплачиваете Значит Вы Привязаны К миру Тоже Он Не захотел Отвечать Но Я Уже Упомянул Что Он Просто Стюр Вот этот Первый Коммент И Весь Диалог Он Это был Именно диалог Он Исчез Ага Получается Что Кроме Просто Служения Просто Кроме Укорения Вот мы Сосчитали Седмицы А вы Сосчитали То есть Праведность В том Чтобы сосчитать Седмицы Согласно Их Учения Ага То есть Если он Он ждет Он ждет Уже Три Года Ждет Вот-вот Приход Господа Иисуса Христа То есть Не похоже Что он Не работал бы Ну или Не имел Какой-то Доход Может быть Он на Гуманитарке Живет То есть Те люди Которые Обвиняют Очень легко Их можно Самих Поймать То есть Есть какой-то Источник Дохода Хотя бы Оплаты Компьютера Либо Мобильного Телефона Одежда Но он Не бросает Не избавляется От одежды Не избавляется От жилья То есть Вопрос только Чтобы контроль Над Другими В чем-то укорить Украсть Радость Украсть Радость Личных Отношений С Богом Вот в чем Суть Вот этих Звездочетов Но Если Действительно Все так Хорошо Подсчитано И Если человек Уверен Что Вот Иисус Придет Здесь Вопрос Кого Иисус Заберет Тех Чьё сердце Будет Право Перед Ним Или Все таки Он заберет Тех Которые Полны Вот этой Спесь Злорадства Самодовольства Так Кого же Все таки Господь Иисус Возьмет На небеса Но Кроме Отдельных Фраз Что мы будем Вознесены На Облака Есть Еще Важные 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 Слова Если на христиане Сейчас Определенные Круги Ждут Этого Третьего Храма Больше Чем Евреи В Израиле Там и не думают И не задумываются Об этом Третьем Храме Ну Есть Есть вероятность Есть великая Вероятность Что да Он будет Построен Вопрос Вопрос В том Что Для нас Важно Личные Отношения С Богом Чтобы были В порядке Когда Как я упомянул Некоторые Люди Учат Вы должны Все прощать Мне несколько раз Один из Служителей Когда я уже Опубликовал Видео О прощении Две стороны Прощения Он все равно Мне Ты должен Вот Ты не забывай Что тебе Делали там Зло И ты должен Простить Ага Это как притча Хаджи На середине Ну там он Султан Или там Шаха Исцелял Ты исцелишься Когда Не будешь думать О том-то и том-то Там такая веселая история Но вопрос Что Я уже Убедился Оказывается С меня Вот эти слова Требуются Не то Что простить А то Чтобы Одобрить Тех Которые Мне наносили Зло Чтобы одобрить То Что они Делают Делали И продолжают Делать А лучше Присоединился бы сам Вошел бы в эту Среду Вот То есть От меня Требуется Не то Чтобы простить Там проповеди Ну там Это Человека Который Ну Меня там Стал укорять Звучат По смыслу Точно Такие же Как Абсолютно Далеки от Бога Мирские Газеты Ну на русском языке В Германии То есть Вы должны Заняться Самовнушением Расслабиться Чтобы Вот это Для Психики Для организма Непрощение Это Вредно Поэтому Вы должны Расслабиться Не думать Об этом Вот на этом уровне Звучат Сейчас проповеди Вопрос Что Прощение Это Это Не Самовнушение Это Позиция Сердца Перед Богом Я прощаю Я понимаю Что И этот человек Который Вышел на связь Стал Меня в чем-то Обвинять Жалкий Спесивый Злорадный Бедный Человек Но Вопрос В том Что Я не должен Вот В том-то и дело Сейчас То, что В церквях Сегрегация Одним Все надо Прощать А другие Вы все Должны Прощать Вы должны 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 В том-то и дело Мы отвечаем Перед Богом Само Вхождение В элиту Элитную Тусовку Сообщества Рожаков Оно не дает Автоматически Расположение От Бога Лет 20 назад Просто Божья благодать Поработала Не без меня Молодой человек Пришел Господу Иисусу Он Освободился От наркотиков От наркотиков Но Через какое-то время Он женился И он Вошел Вот эту Пастерскую Тусовку В это сообщество И тогда Он стал Очень высокомерно Очень высокомерно Выговаривать мне Некоторые вещи Он зарабатывал деньги Гораздо больше Чем я Он укорял меня И потом вдруг Он звонит В 2014 году Очень странный Звонок был Оказалось Что Какая-то критическая Ситуация Там с зарплатой 2000 евро Там у него горят И тут он говорит Что у него И нет Личного взаимоотношения С Богом И он мне Как бы Вину Вот ты меня Перевел К Богу А вот я Достиг этих высот А сейчас Этих взаимоотношений Нет Ну что На следующий день Я Молился За него На следующий день Я позвонил Ну как А он говорит А ты что Что ты мне Потражаешься Да я на освобожденную Пасарскую работу Иду Ты что Подумал обо мне всерьез Что у меня Какие-то проблемы Я все Я на освобожденную Пасарскую Должность Собираюсь Идти Я вообще Был избит С толку Но прошло время Еще Четыре года Еще пять лет И потом Я прослеживаю На странице Фейсбуке Что-то странное И потом Странное То что он ушел Из жизни Я пытался узнать Что же там Произошло Что там было Но тут мне говорят А с тобой мы не будем говорить Ты в пасарскую нашу Тусовку не входишь Ты ниже нас Я так и не знал Что там такое Но Одно Я убедился Просто войти Вот это Сообщество Так сказать Элиты Христианству Посвященных Это не означает Что у вас будут Действительно Личные Отношения С Господом Иисусом Так что Я уверен Сосчитали мы Или нет Вот эти все Седмицы По семь лет Ибо если они Даются В Писании В Библии Значит Даются Чтобы мы Действительно Изучали Искали Считали Но Во-первых Личное отношение С Господом Во-первых Я прошу Господь Дай мне разумение И То что Даже сейчас Я Нахожусь На природе Это тоже Часть моих Взаимоотношений С Господом Это тоже Часть моих Взаимоотношений С Господом Было время Когда В новом поколении В 90-х годах Бог останавливал Меня Когда я Ну подчинялся Вот этому Сообществу Некоторые вещи Делал Сейчас я Знаю Но уже В 90-х годах Я сказал Зачем вы Ставите Как бы Ставку Основывайтесь На том Чтобы Вот какой-то Там Дворник И Ну к примеру И какая-то Прачка Руководила Обществом Ракетостроитель Который Потеряет Работу Инженер Дворником Сможет Работать Но Дворник Сможет ли Строить Ракеты Или даже Хотя бы Автомобили Нет Но Прошло Время 30 лет И снова Теперь же В мессианской Общине Я смотрю Здесь В Латвии Учат Знание Вредно Образование Вредно Зачем Это все Происходит Зачем Это все Происходит Есть Определенный Смысл Бог Не против Знания Бог За то Чтоб Мы Имели Знания Бог За то Чтоб Мы Видели Вокруг Прекрасно Не просто Сидели И тряслись Над престижными Вещами О И у меня Там Машина Круче Всех Вот Насколько Я выше Других Вот Насколько Я ближе К Богу Когда Меня Как бы Оценивают По тому Сколько Много У меня Денег Библия Говорит Те Люди Которых Весь Мир Не был Достоин Скитались По пустыням И горам По ущельям Земли Одетые В плащи Козьей Кожи Кожи Ну Это не значит Что если Я буду Скитаться Я буду Чего-то Достоин Нет Вопрос Моих Личных Взаимоотношений С Богом Я знаю То что Библия Говорит Какой смысл Человеку Приобрести Весь мир Тойоту Майоту В самую Лучшую Одежду В самую Лучшую Не то что У этих Простолюдинов Черни Не то что У каких-то Недостойных Какой смысл Человеку Приобрести Весь мир Но душе Своей Повредить И в то же время Я благодарю Бога За радость Которую Он дает Не обладая Может быть Очень много Денег Я имею То что Другие Не имею Конечно Благодарю Бога А если Какие-то Ну Признаки Появления Контроля Как смеет Ходить На природу Не надо Либо Только Ходить Вот и всех Вот Давай Пока Кайся А если Не будешь Ходить То ты Ну Бяка Образно Образно Говоря Иметь мир Иметь мир Во-первых С Богом Какое отношение Мое К людям Кто-то Ищет Бога Кто-то Заблуждается Всякое Происходит Вокруг Нас Наша Задача Наша Задача Искать Бога Быть В верных Замоотношениях С Ним И то Что мы Ходим В походы Бывает Что были Ошибки Ни раз Ни два Были Ошибки Но В том-то и дело Что У нас В этом мире Есть что-то Человеческое Есть определенный Интерес Который Бог Вложил Исследование 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 Были Люди И ученые И Исаак Ньютон Да и сегодня Николай Дроздов Он православный Вальтер Вайс Там еще Одна Конфессия Можно Перечислять Физики Я не хочу Сейчас Поиск Не только Ради Денег А потому что Бог заложил Все настолько Интересно Настолько Прекрасно Что Невозможно Невозможно Ни восхищаться Ни радоваться Невозможно Невозможно Будьте благословенны Радуйтесь В Боге Ищите Исследуйте Путешествуйте И славьте Господа Благословение